Слепой человек не способен понять свет. Любые определения света бесполезны. Однажды так случилось. Один слепой попросил привести ему доказательство существования света. Он сказал, что если свет существует, значит, я могу его потрогать. Все, что существует, я способен потрогать, почувствовать, понюхать. И он добавил, что если я не могу потрогать, почувствовать, понюхать или послушать свет, тогда его просто не существует. И никто не мог переубедить его в том, что свет существует. Подобным же образом такая жизнь она охватывает все жизни. Невозможно объяснить. Когда Будда просветлел, он хранил молчание семь дней. Он ничего не говорил. К нему пришли ангелы и попросили его поделиться. Это история. Такая приятная история. Вы уже слышали эту историю? Нет? Тогда сегодня услышите. Что же там произошло? Будда был в молчании. К нему пришли ангелы и попросили его что-нибудь говорить. Они были немного потрясены. Сказали, что Будда был рожден здесь и достиг наивысшего расцвета. И будет нужно было выступать и дать это знание многим-многим людям. Но если он в молчании, что произойдет? И когда ангелы обратились к нему, Будда сказал, «Те, кто знает, знают. Те, кто не знает, даже после моих слов не будет знать. Какова польза от разговоров?» Он произнес слова бесполезны. От них нет пользы. Эта логика очень уместна. Тогда ангелы забеспокоились еще больше. Мудрая идея. К одному из них пришла мудрая идея. Он ответил, «Хорошо, мы с этим согласны. Но знаешь, к твоим словам есть одно дополнение. Существуют такие люди, кто не знают, и они находятся на границе. И если ты немного их подтолкнешь, они осознают. Им просто нужен небольшой толчок. Они на границе. Если ты скажешь для этих людей, это будет очень полезно. Это подошло Будде, и он согласился. «Те, кто в своем роде знают, и все же не знают. И те, кто знают, но им все же нужно подтверждение, знак». Для таких людей он согласился говорить. И затем в 40-45 лет Будда проводил церемонии каждый день. «Каждый день». Цель слов — создание тишины. «Если слова не создают тишину, тогда эти слова создают беспокойство. Что означает тишина? Когда вы были радостны, ум наполняется пространством, затихает, молчит. Все аспекты ума становятся полными, абсолютными. Ум, разбитый на куски, становится целостным. Цель слов — не напичкать информацией. Конечная цель — создать радость и молчание в вашем уме. Цель слов — разжечь некое чувство в вас, чувство любви. Расцвет любви. Цель слов — объединить все аспекты вашей жизни сознательно, так? Покое означает объединенное сознание. Покое означает объединенное сознание. «Покое означает совокупность, когда все части соединены воедино». Если понаблюдать за собой, в нас существует так много частей. И каждая движется в своем направлении в разное время. Когда наш ум объединен в одно, тогда ничего в мире не сможет побеспокоить его. Нет такой силы, которая смогла бы свергнуть вас с вашего королевского трона. Смотрите. Смотрите. когда кто-то в беде в горе они не слушают чтобы вы не говорили это не проникает в них пытайтесь их утешить многими словами это бесполезно иногда они на вас раздражаются потому что вы пытаетесь их утешить сказать им что-то милое что-то новое разве у вас не было такого опыта вы будучи очень искренним даете людям какой-то совет но иногда они понимают его неправильно вы даже не имели это в виду но люди поняли это иначе человек находящийся в беде не имеет ушей его уши закрыты помните несчастный человек просто хочет говорить о его проблеме и все он хочет чтобы вы слушали и ничего не отвечали так что ничего не говорите просто улыбайтесь кивайте говорите да да даже можете не вынимать затычек из ушей чтобы не слушать кивайте и говорите да да потому что нет смысла когда человек в горле даже то что он вам говорит лишено смысла это все не объективно факты которые он вам представляет что ему нужно чтобы просто кто-то сидел рядом и немного улыбнулся ему не сильно не смеялся если вы ему покажете улыбку чуть шире это вызовет даже большее раздражение так что иногда улыбаться и сидеть тихо иногда смеяться и молчать говорить ого вот так вот так угол и все человек менее напряженный цепляется за ваши слова но не смотрит за пределы слов вот почему возникают споры люди только немного слушают цепляются за ваши слова и интерпретируют их как им хочется мы все это делаем мы слушаем людей но не идем за пределы слов чтобы посмотреть на чувства которые этот человек в действительности испытывает что стоит за этими несколькими словами мы цепляемся за слова и это касается большинства людей 95 процентов общей численности людей цепляются за словами так возникают споры недопонимания и все эти вещи и существует третья категория людей кого не заботит слова они видят чувства за пределами слов очень малое количество людей обращают внимание вглубь смотрите иногда мать может сказать ребенку уйди из глаз долой но она не по-настоящему имеет это в виду понимаете иногда и что-то говорили человеку который вам нравится но вы не имеете этого в виду так что существует некое чувство за пределами слов предположим в доме живет одна пара и приезжает гость если один из пары будет более внимателен гостю тогда второй почувствует себя в стороне некомфортно такое чувство что человек не уделяет внимания они не заботятся обо мне это же глупость такова естественная тенденция ума заботиться о том кто приехал в гости нежели чем о своем мужа или жене люди принимают своего партнера как должное что этот человек дома в семье и таким образом внимание обращается на того кто приехал однако ум работает по своим паттернам одни и те же чувства ревность эмоции гнев ум застревает в этом кругу так что только немногие люди способны понять чувства стоящие за пределами слов человека они знают и существует еще меньше людей которые способны видеть за пределами чувств чувства меняются не так разве ваши чувства не менялись они меняются все время и если вы основываете вашу жизнь на чувствах которые меняются 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 вы никуда не приедете не будет никакой стабильности в жизни какой-то человек сейчас у вас вызывает приятные эмоции через полчаса вы уже не чувствуете того же а завтра вы будете чувствовать иное чувства меняются они не устойчивы посредством них не достигается устойчивый уровень коммуникации идеальная коммуникация происходит из уровня тишины глубоко внутри и лишь очень немногие кто отступил в сторону и посмотрел на весь феномен слов чувств и эмоций кто понаблюдал за собой может понимать и коммуницировать в молчании и тишине это самое ценное что есть в нашей жизни скажем какой-то ваш друг придет и скажет я на тебя разозлился я так зол сможете ли вы принять эти слова с улыбкой или это всколыхнет вас что-то а если кто-то придет покаяться вам в том что они почувствовали чтобы это ни было как вы воспримите это а что мы делаем обычно мы не можем наблюдать за тем что мы чувствуем мы не осознаем свои чувства но мы ощущаем что ограничены своими чувствами о я злюсь потом мы сожалеем что злимся и снова начинаем злиться и снова раскаиваемся об этом и весь цикл повторяется нет разве не так происходит и когда мы ошибаемся мы говорим так произошло а когда кто-то другой совершает ошибку мы видим его намерение за этим тот человек нарочно сделал это мне однажды мне кто-то сказал пандиджи все эти люди против меня они хотят меня обидеть я ответил сделай вот что дай объявление в газету что с воскресенья ты свободен и все кто хочет причинить тебе вред могут прийти и сделать это я добавил ни у кого не найдется времени на это и также ни у кого нет намерения обидеть тебя ты пытаешься защитить себя у тебя есть доступ ко всему к ножам клиникам вокруг и ты думаешь что кто-то собирается атаковать потревожить или обидеть тебя никто в этом не заинтересован у людей есть дела поважения у каждого есть свои занятия и дела вот это все иллюзии ума которые плетет как паутину и наш мир иллюзорен потому что наш ум создает эти иллюзии везде вокруг нас не так ли наблюдать себя свое бытие и быть очень естественным истинным настоящим подобно ребенку вот что такое просветление Just like a child. That is enlightenment.